Поблагодарите Андрея Васильевича Трубецкого за то, что он меня сюда пригласил. Меня слышно? Да, я все прошу. Потому что я могу кричать так, что у меня будет слышно примерно на Тверске. Поэтому вы регулируете громкость. Под голосовым сигналом. За то, что он меня сюда пригласил и дал мне возможность поговорить о движении кинетчика. Впервые с наследием Льва Жигина я косвенно соприкоснулась, когда мы с фотографом Маргаритой Фединой, первым в нашей стране шехталеведом, Евгением Ивановичем Кириченко, и Людмилой Владимировной Сыгиной, которая работает в Музее архитектуры, и которая является сегодня самым крупным специалистом по творчеству Федора Ощи Шептеля, делали вот эту книгу, архитектурную сказку. Я до сих пор горжусь тем, что это была первая общедоступная книга о Шептеле, наша. Мы придумали с Ритой Фединой, с фотографом, схему, которой до того момента не было, а сейчас так издаются очень многие архитектурные книги. Мы придумали показывать не по объектам, то есть усадьба такая-то, да, мы придумали показывать по разделам. То есть у нас отдельно ансамбли, отдельно фасады, отдельно порталы. Таким образом, мы очень многое сумели включить. И вот тогда я впервые косвенно соприкоснулась с наследием Льва Федоровича. Тогда же возникла у меня идея сделать по его творчеству монографию, которой тоже нет. Но пока этот замысел отложен года на два, пока это такое пассивное собирание материала, и пока вот чего-то совсем нового, невероятно революционного, я покажу вам, ну, то есть покажу, конечно, ну, немножко, ну, достаточно, чтобы вам было интересно. Дело в том, что архив Шехтери разрознен. Работа его храняется в разных собраниях. Письменное наследие его, дневниковое наследие, эпистолярное наследие тоже разрознено. Вообще работать с ним очень трудно. И это будет, конечно, такая отдельная деятельность. Ну, вот по соображениям тактическим я решила эту деятельность отложить. Тем более, что вот в книге «Вера Песта и путь с башни» довольно много о жизни есть и сегодня. А о Песта мне придется говорить, потому что они были нераздельны. Как? Ну вот. Там не было никаких амурных отношений, они были честными друзьями. Но я даже покажу одну работу, которая очень смешная в этом плане, вот в плане их близости. Но это все чуть позже. Лев Францевич Федорович Жигин родился в 1892 году. Сразу возник в семье, понятно, да, тогда Шехтер еще не был знаменитым академиком, но уже был достаточно востребованным архитектором. Он уже к тому времени работал для публиканта фарфоров Кузнецова, он уже работал к тому времени для фон Дервиза, он уже работал для Морозовых, то есть он был человеком вполне уже состоявшимся и, так сказать, достаточно известным. Вот этот дом, Ермолаевский, 28, вот этот дом может быть назван домом юных, где прошла юность Лёвы, допустим, сохранившийся до наших дней прекрасных, да, потому что самый-самый первый дом на Петербургском шоссе стоял, самый-самый первый дом в Шехтере не сохранился. Вот этот был построен в 1896 году, здесь жил маленький Ермола. На улице Садовая, дом 10, находится второй дом, построенный позже, вот построенный в 1909 году, жили они там с 1910 года. Вот здесь, это уже дом юности. Давайте я сразу расскажу вам смешную историю, а то вдруг я ее забуду вам рассказать. В 30-е годы, мимо этого дома, однажды в 30-е годы, мимо этого дома шел трамвай. Шел трамвай, и в нем ехали разные люди, каждый по своей надвости. Вдруг в трамвае раздался звонкий женский голос. «Лев Федорович, посмотрите!» Все вздрогнулись здесь. «Посмотрите! Именно этот дом отняли у вас большевики!» В этом трамвае ехали Лев Федорович, Женгин уже и Вера Ефремовна. Поскольку Вера Ефремовна, ну, тоже расскажу, они были очень свободными людьми. Конечно, Вера Ефремовна могла себе такое публично позволить. Сразу нужно прояснить один очень важный вопрос. Почему Лев стал не Францевичем, а Федоровичем? И почему он стал Женгином, а не Шеплием? Женгин – это девичья фамилия его матери. И он эту фамилию взял. Причем взял он ее, насколько понятно, довольно поздно, в 1917 году. Говорить о том, что это вызвано необходимостью обрусить и в ходе Первой мировой войны, как вы понимаете. Потому что в 1914 году Федоров, извините, Франц Осичев Шептель стал Федором Осичев Шептель. Объяснять только этой причиной было бы достаточно поверхностно. Отношения между сыном и отцом были очень сложными. С одной стороны, мы с вами должны понимать, что Шептель друзей Льва не принимал. Маяковский, ну, кроме Чикрыгина. Чикрыгин – прозорливец Васенька, как его Лорионов называл. Чикрыгин – понятно, Чикрыгин – это была фигура необсуждаемая. Все видели, какой он талантливый и, в общем, прощали ему некоторые такие параболы характера. Но Чикрыгин был погружен в мировую культуру абсолютно. Он был ни разрыв, ни отрывен от нее. Он жил ей, он жил этими образами. Маяковский и вся прочая эта компания футуристическая вызывали у Франции или Федора отторжение. Но при этом 1913 год Маяковский живет в Кунцеве на даче Шептеля. Естественно, с узволения папеньки. Иначе быть не могло. То есть говорить о том, что совсем отторжение. Видимо, Федор Ильич был человеком, конечно, такого склада патриархального. Конечно, он понимал, что он отец. Он натура проявляется в очень разных видах, формах, материалах. Федор Шептель великий архитектор-новатор не только потому, что он построил красивые здания. Он предложил новый принцип построения здания. Если раньше архитекторы строили от фасада как бы внутрь к интерьеру, то Шептель предлагает совершенно другую историю. он выстраивает ось, у него обычно на эту мысленную ось наматывается лестница. А потом от этой оси идет наружу. Это совершенно другой принцип строительства. И вот такой осью своей семьи, своего семейного мира он мыслил самого себя. Поэтому конечно он внимательно смотрел за тем чем заняты его дети. Но при этом он не препятствовал их свободному развитию. До известного предела. Потому что когда Вера Федоровна собралась замуж за Маяковского папенька сказал нет. Я всегда на эту тему шучу. Кто виноват в самоубийстве Маяковского? Кто виноват в самоубийстве Маяковского? Конечно Шехтов. Если бы она вышла за него замуж глядейшей было бы все хорошо. Но это шутка конечно. В 13-14 году Чикрыгин и Шехтель отправляются за границу. Я не видела документов к сожалению. Я не знаю есть ли сохранились ли эти документы. Я их пока не нашла. У меня чисто обывательский вопрос. Чисто обывательский совершенно не обязательный. Простите но понятно на какие деньги ехал Лев Федорович тогда Францевич еще. На папенька финансировал эту повестку. А Чикрыгин на какие деньги поехал? Не бросить не знак. Я предполагаю что он поехал на деньги Шехтеля. так я думаю это абсолютно вот как сказать во время следствия откажусь но это мои предположения чисто такие эмоциональные чисто обывательские. Так что может он и был деспотом но до известного предела распространялся этот деспотизм. есть такая история то ли апокрифическая то ли реальная что в 60-е годы незадолго до смерти Лев Федорович спустил кого-то с лестницы когда его попросили рассказать об отце с криком там я ненавижу этого человека вот я не знаю апокриф это или это правда я видите даже имен не называю но во всяком случае такая 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 такой сюжет тоже есть как бы ни были эти отношения непросты тем не менее они вот вдвоем отец и сын тем не менее они были тем не менее отец позвали не принимая категорически того что делают делает сын и его окружение тем не менее отец щедро и без разговора все это финансировал когда льву захотелось поступить в два высших учебных заведения он поступил это было московское училище живописи вояне изучества и это был московский университет юридический факультет он поступил туда и отец ему предоставил абсолютно свободный выбор конечно какие-то трения были конечно какие-то трения были конечно шефте не лежала у него душа ни к какому этому футуризму ни к чему этому и когда в 1913 году этот год будет у нас фигурировать очень подробно в 1913 году Лев Федорович был одним из участников туристической выставки он фигурировал под псевдонимом Эл Остовьев то есть не Шефт или не Жигин но тем не менее опять же когда Лев Федорович бросил мужа ВЗ потому что он не только юридически бросил он и это тоже бросил сейчас поговорим об этом когда он это бросил он работал он зарабатывал в мастерских отца он помогал отцу с его архитектурными проектами поэтому отношения были очень сложные отношения были двух крупных личностей но тем не менее эти отношения были и самая главная причина не в том что родственники ругались мы все кому-то родственники и мы все с кем-то ругаемся это в конце концов житейское дело не надо об этом специально говорить самое главное то что Лев Федорович был человеком очень отдельным очень сам по себе очень трудно объединявшимся ну вот кроме так сказать совсем таких соратников и в этом наверное причина а так вот все в общем сошлось и первая мировая война конечно все это как-то вот и он стал Женин под этим поэтом фамилии в искусстве он известен но это я сильно забежала вперед а должна я сказать о том моменте когда он только-только начал свою художническую вообще самостоятельную деятельность это был девятый год и это была студия Юона и Дузина и вот об этой студии я хочу я так буду то рассказывать то читать немножко вот об этой студии я хочу прочитать маленький фрагмент занятия проводились без единой программы не было деления на годичные курсы не было экзаменов упор делался на самостоятельную работу студийцев приучали писать с любой натуры в том числе обнаженный что не разрешалось училище занятия сопровождались диспутами обсуждений часто организовывались выставки издавался журнал все здесь зависело от дара и трудолюбия с начинающими преимущественно занимался Иван Дудин с более подготовленными Константин Юров он обладал редким даром не только учить других но и при этом учиться самому заражал всех своей энергией жаждой служения искусству не навязывая никому своих тем и манер письма Молва о новой студии разошлась по всей Москве и другим городам сюда приходило на занятия до 200 человек через нее прошло примерно 4000 студийцев не все из них стали профессиональными художниками но сохранили навсегда память о ней и учителя значит вот имена немножко немножко имен да Куплин Фаворский Фальк Веснины вот это вот из тех персонажей которыми я занималась это художник Филипповский это та же Пестель то есть это очень крупное такое явление школа Юлона и Дудин ну потом как я уже сказала он поступил в МЖВЗ и на юридический факультет Московского университета потом поехал за границу об этом он в авиографии написал прошел по мастерским художников все посмотрел и в общем понял что учиться ему незачем что он уже все понимает все знает вот и училище тоже ну в автобиографиях пишет что он как бы до 19-го года там учился ну не знаю как он учился ну допустим у МЖВЗ он познакомился с человеком который стал для него для русского искусства для нас всех фигурой ну какой-то космической в буквальном смысле космической величины он познакомился с Василием Чикрыльевым и вот тут с тем самым прозорливцем и вот тут я хочу показать вам одну страшную интересную новеллу которая конечно у меня в книжку войдет но пока вот я ее впервые озвучиваю здесь и сейчас что-то это простая элементарная штучка это такая бытовая сценка здесь изображены мать Чикрыгина и Вера Федоровна Шехтери в общем ничего особенного ничего примечательного бытовая сцена эта работа хранилась у Александра Михайловича Ревича и я очень счастлива что вот в архитектурной сказке мне довелось ее впервые опубликовать но эта простейшая композиция неожиданным образом запала в душу и Жегину и Вере Пестере эту картинку вы могли видеть весной летом то ли поздним весной то ли ранним летом в галерее наш видите даже этикетка в галерее наши художники она принадлежит она из коллекции Максима Боксера это рисунок Жегина давайте вот так это рисунок Жегина люди за столом все вроде как бы нормально вот только справа у нас возникает очень странная фигура у нас возникает Абрис Расперти дальше больше смотрите дальше это очень странный рисунок не очень понятно кто автор Пестель или Жегин не очень понятно кто дело в том что они очень похожи бывают в композициях в живописи они совсем не похожи в графике они очень похожи здесь распятие уже очевидно композиция та же теперь смотрите точно Жегинскую работу совсем мы возвращаемся к бытовой сцене у нас такой в общем комнатный реализм но мы не можем не видеть что это одна и та же композиция мы же это видим да и вот совсем совсем такое конструктивное вещь видно все мы не можем увеличить да пока ну ладно видно всем это уже совсем Жегинская такая конструктивная вещь тот же стол ой спасибо 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 ой спасибо вот вот эти символика конечно вот эта прорастающая лоза да справа то есть что мы видим давайте вернемся к Чикрыгину давайте вот на этом остановимся наверное да все-таки на Жегине раз мы о нем говорим еще раз на Чикрыгину посмотрим вот и на Жегине к Жегину вернемся мы видим что простейший бытовой сюжет разворачивается в нечто совсем непросто совсем необыденное обладающее сакральным смыслом о жизни мы что знаем что это религиозный символизм об этом чуть-чуть позже опять же поговорим вот давайте о столе я прочитаю вам два отрывка первый отрывок принадлежит Борису Успенскому писавшему предисловие к той самой знаменитой книге Жегина язык живописного произведения заголовок условность древнего искусства это 70-й год издания книга вышедшая через год после смерти Льва Федоровича что пишет Успенский древний художник не может или не стремиться изобразить просто стол поскольку реально стол этот находится в окружающем его пространстве слово пространство я попрошу вас запомнить поэтому художник должен изобразить прежде всего само это пространство и здесь ему способствует динамическая зрительная позиция и тем самым как бы привести нас внутри внутрь картин и так перед художником стоит задача переорганизовать видимое пространство в пространство в себе замкнутое аккомодируя его к двумерной плоскости и ограниченности размеров картины соотносится прежде всего не стол в жизни и стол в картине а мир жизни и мир картины то есть то пространство в котором находится стол и отражение этого пространства в картине перспективные закономерности извините служат для отождествления обоих миров перевода так сказать пересчета с одного на другой конкретный же объект например стол постигается через его место в мире в том или другом взятое в отдельности изображение стола может быть непосредственно и несоотносимо с его со столом реальным подобно здесь не только само конкретное изображение но скорее относительное соотношение место предмета в реальном мире соответствует месту изображаемого предмета в мире картины изображение стола таким образом служит прежде всего указанием на его место в изображаемом пространстве ведь Жигин формировался в ту эпоху когда впервые за более чем два тысячелетия человеческой истории была опровергнута доктрина Аристотеля о том что искусство создает подобие жизни в 1910 годы был Шкловский да были эти молодые левые ребята с которыми Жигин конечно общался была история возникла история о том что искусство это никакое не отражение что искусство это само действительность это просто другая действительность это действительность и Жигин впитал это как в поры кожи у него это было уже таким как бы само собой разумеется это не нужно было ему доказывать и вот смотрите что он пишет сам в своей книге язык живописного произведения силу гиперболичности свойственной живописному приему нередко встречается сдвиг на зрителя посмотрите внимательно посмотрите на эту вот то о чем я сейчас что я буду читать посмотрите внимательно на композицию этой работы сдвиг на зрителя стоя решительной что предмет стоящий на столе оказывается сдвинутым к самому к самому его краю и как будто начинает на нем балансировать наглядным примером может служить чаша изображенная на иконе Андрея Рублева Троица во всех подобных композициях изображения чаши оказываются сдвинутыми к переднему краю стола или престола сдвигу на нас подчиняются не только неодушевленные предметы стоящие на столе если например изображается фигура сидящего человека она оказывается сдвинутой на край сидения посмотрите внимательно здесь сидение вообще то есть вот я не буду перегружать ваше восприятие я понимаю что на слух все это очень сложно потом я это уже продумала все прочувствовала а вам конечно это тяжело воспринимать я не буду перегружать ваше сознание такими экскурсами но все-таки это нужно сделать хотя бы чуть-чуть чтобы понимать вообще искусство Жегина понимать о чем идет речь и понятно что любая деталь в композиции и Чикрыгина и Жегина еще раз посмотрим эти чудесные вещи вот понятно что она осмыслена потому что повторяю Василий Чикрыгин мировой культурой бредил мировой культурой жил дышал творил ею если в середине 20 века Бродский сказал что вообще язык говорит поэтом не поэт говорит использует язык а язык использует поэта то примерно это же делала мировая культура с Чикрыгиным она высказывалась его устами его творческим организмом и вот я немножко прыгаю делаю это не делаю это осознанно потому что в общем очень хочется рассказать очень хочется в коротком выступлении дать наиболее полное представление о Жегине и о художниках округа конечно и вот опять же середина десяток годов дружба Жегина с Чикрыгиным очень близкая дружба и с Чикрыгиной и с Верой Федоровной она была его конфиденткой он писал ей исповедание и письма конечно извините за трюизм но надо это проговорить конечно Чикрыгин принадлежит к русскому космизму это понятно ясно что это философия общего дела это воскресение мертвых все это вы знаете задача воскресить мертвых объединенными усилиями всего человечества вооруженного наукой искусством и религией в наши дни существуют две интерпретации русского космизма первая интерпретация основывается на идее на посылке что это закономерное естественное во времени и в историческом процессе развитие христианских идей вторая интерпретация что русский космизм это чисто человеческая попытка обрести бессмертие в мире без буквы распространив сферу своего влияния на весь космос вышел недавно сборник русский космизм с предисловием Бориса Гройса вот он прям так пишет видимый космос стал единственным местом жизни человека после краха исторического христианства с его верой в реальность огромного потустороннего мира теоретики русского космизма призвали человечество к установлению тотальной власти над космосом и к обеспечению индивидуального бессмертия для каждого живущего или жившего ранее человека средством реализации этого требования должно было стать централизованное мировое государство а государство в свою очередь трактуется Гройсом как биовласть биологии воскрешение мертвых мы не будем сейчас анализировать ни одну из этих трактовок моя задача была просто об этом сказать об этом упомянуть но глядя на даже те произведения которые я только что показала довольно сложно представить себе что как-то это соотносится с идеей биовласти или там какой-нибудь государственности или социальности даже и не случайно исследователи трактуют творческий метод Жигина как религиозный символизм и мы тоже будем придерживаться с вашего позволения этой трактойки однако очень интересно что вот этот самый религиозный символизм который существует как важное направление в Жигинском творчестве ближе к 30-м годам соединяется в извините соединяется с идеей тихого искусства то есть художник не лезет ни в какую социум никаким образом не оказывает себя ну не показывает себя на выставках и так далее не лезет вот в этот шумный мир а сидит и работает Вера Пестер работала в диван Жегин работал в шкаф ну правда у Жегина были Жегин все-таки при том что он был человеком очень отдельным он человеком был очень общительным поэтому какие-то его работы расходились по коллекционерам особенно после смерти Пестер то есть 50-е годы когда у него появились уже новые друзья 50-е 60-е ну вот со мной стороны это религиозный символизм с другой стороны это тихое искусство а в сумме это дает фигуру чрезвычайно интересную в сумме это дает русского экспрессионизма экспрессиониста извините Щетинина тоже выставка его была сравнительно недавно она была в денежном переулке вышел не так давно огромный альбом вот Георгий Щетинин я думаю что многие из вас его знают это ведь вот эти парадоксальнейшие пути русского искусства вот они такие в 20-м веке в воспоминаниях Женин обращает внимание что именно Чикрыгин в начальные ученические времена возродил в сознании сверстников идею красоты да это 1910-е годы идея красоты вообще периодически она нуждается в реанимации потому что мы забываем о том что она в искусстве вообще говоря главенствующая проводником этой идеи был Чикрыгин и основным предметом раздумья Чикрыгина был художественный образ очень интересно что сейчас 100 лет спустя ровно 100 лет спустя в 2010-е годы мы же тоже спорим нужна ли нам красота мы же тоже спорим а нужен ли нам художественный образ то есть должен появиться какой-нибудь Чикрыгин который скажет да ну пока вот вроде нету в дальнейшем возродить искусство образа то есть вернуть искусство к его первооснове к его живым непосредственным источникам такова была задача которую Чикрыгин себе ставил это слова Жегина ну вот а мы опять в 13-й год возвращаемся у нас с одной стороны глубочайшие раздумья об образе о глубинной сущности о мировой культуре о религиозном символизме а с другой стороны у нас молодые люди да 8 плюс 13 это сколько 8 плюс 13 сколько 8 21 извините вот 21 год Жегину понятно что он думает о глобальных проблемах образа но понятно что в 21 год мы все думаем не только об этих глобальных проблемах мы извините просто хулигаем мы вообще живем вот и веселимся и эпатируем публику конечно вот это вот обложка книги маяковского я рисовал Чикрынин и Эл Ше обратите внимание Лев Шехтель да вот то есть он еще и вот обратите внимание на это сокращение не надо было папеньки фамилию Шехтель вот под этой кляксой вот почему-то что Жегин рисовал эту обложку все знают а почему-то вот мало кто ну как-то не все знают что вот этот портрет Маяковского в широкополой шляпе это тоже Жегин значит с этой с изготовлением этой книжки связана тоже очень смешная история штаб издательской тоже тоже Жегин его мемуары 13-й год штаб издательской квартиры была моя комната ну понятно да вот в этом потрясающем особняке Носадовый неоклассицизм эти барелье этот Шехтель эта семья этот Маяковский со своим со своей желтой кофтой в этом особняке в этих интерьерах ну фантастика штаб издательской квартиры была моя комната Маяковский принес литографской бумаги и диктовал Чикрыгину стихи которые тот своим четким почерком переписывал особыми литографскими чернилами четыре рисунка сделанные Чикрыгиным тем же способом литографским сами по себе замечательны однако только внешне вяжутся с текстом Маяковского ну вот Вася бурчит Маяковский опять ангела нарисовал ну нарисовал бы муху давно муху не рисовал работа над внешним оформлением книжечки продолжалась неделю или полторы и вот так они выглядели все но это они Можевы Зе вот это сейчас я все время забываю последовательность сейчас покажу ой уменьшите пожалуйста да вот это сам Жене значит это Хлебников а это Маяковского вот они вот вот они соответственно значит рисуют вот а теперь я покажу это Жегин работа Жегина это вот они втроем за этой за изготовлением вот этой самой книжечки обратите внимание на шляпу в углу в углу лежит широкопулая шляпа Маяковского наконец подготовленные это в музее Маяковского работы хранится наконец подготовленные к печати листки были собраны с большой осторожностью ибо литографская бумага чувствительна каждому прикосновению пальцев и снесены маленькую литографию которая как помнится помещалась на Никитской Кленовском тупике через 2-3 недели книжечка я с рисунками Чикрыгина и моими была отпечатана в количестве 300 экземпляров Маяковский разнес их по магазинам где они довольно скоро были распроданы к 1913 году относится еще один очень смешной эпизод когда члены футуристической группы Гилея собрались дать очередную пощечину общественному вкусу и дали вечер поэтический они надеялись на то журналисты и сами художники ждали скандала они хотели чтобы в них полетели яйца помидоры они ждали что их сейчас все немедленно ошельмуют вот а ведь был же замечательный случай когда Шкловский читал свой доклад воскрешение злого и когда после этого доклада публика решила их бить и они проходили буквально сквозь строй Шкловский писал я был сильным прошел обурлюк снял ботинки с ботинки снял надел их на руки и шел вот так ну понятно что когда вам в лицо летит подошва вы отстранитесь обязательно так вот эти гилеи эти футуристы ждали 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 чего-то подобного им очень хотелось чтобы было что-то такое и не получилось потому что они выходили на сцену вот каждый из них выходил на сцену что-то такое произносил каждый свое это мое патирующее невероятно и публика им аплодировала представляете какой облом они так хотели скандала а публика им аплодировала бедный Лорионов который ждал скандала больше других разрисовал себе лицо чтобы аплодировать уж совсем аплодировать смыл гриб и ушел вот потому что его было обидно ну вот это очень смешной пизда Жигин да для этого вечера они изготовили декорации декорации таких больших экранов экраны эти должны были символизировать вот давайте эту деталь запомним то насколько русский футуризм отъединен отделен от остального мира ну вот просто эту деталь запоминаем и дальше немножко серьезного ведь понимаете в чем дело вот пощечина общественному вкусу маяковски желтая кофта кофта фата все это мы знаем да сбросим пушкина понятно да сбросим пушкина с корабля понятно да и дальше вот этот весь манифест вся вот эта история и при этом при этом близкий друг маяковского зовется как Василий Чикрыгин в этом контексте под этим углом зрения вот эта вся пощечина и вся желтая кофта выглядит очень неоднозначно и очень странно то есть нужно думать о том что на самом деле внутри и что декларируется просто потому что мы молоды и просто потому что нам хочется быть заметными и просто потому что в то время считалось что естественным нормальным путем известность заслуживается очень долго а нам хочется сейчас Брюсов как писал невозможно ой забыла сейчас цитату медленный успех это долго мне долго мне нужен взрыв вот они так же все в общем рассуждали медленный успех это долго это скучно и это совершенно не нужно ну вот их фотография вот их фотография тоже втроем Женя Чепель и Мояковский ну вот такие замечательные прекрасные ребята вот объясните что-нибудь я могу а вот тут есть место смотрите тут есть место в дальнейшем дальше он продолжает Жегин продолжает общаться со своими единомышленниками Чикрыгин живет в доме на Большой Садовой вот все замечательно помогает уже отцу вот живет полноценной жизнью начинающего авангардного и не очень и не только авангардного художника начала 20 века известно где сделана эта фотография это известно известно где сделана эта фотография только я не помню сейчас известно я напишу вам я напишу где она сделана известно и она больше это там еще купала церкви да известно сейчас я поскольку у меня была другая задача я не все я напишу она очень известная фотография я знаю где она да только так сказать сейчас в данный момент я не помню и идет очень серьезное и очень глубокое переживание грандиозного эстетического феномена открытого публике в 1913 году это была выставка русской иконы грандиозная выставка как и в том же самом 13 году грандиозная выставка которая совершенно перевернула сознание многих художников того времени и когда современные исследователи пишут что в своей вот этой посмертной книге язык изобразительного искусства язык художественного произведения условность древнего искусства Жегин да исследователи совершенно правильно пишут что в этой книге Жегин подытожил опыт целого поколения художников не только свой это конечно абсолютно справедливо хотя эта книга писалась до конца дней то есть до 1969 года издана в 70-х вот а выставка составилась в 13-м но эхо этой выставки длилось на протяжении всей жизни Жегина и конечно отозвалось и в искусстве Чикрыгина и в его собственном искусстве да и в искусстве Маяковского тоже конечно это эхо звучит и вот Жегин начинает работать над вот это надо увеличить он начинает работать уже над собственными позициями это эскиз знаменитому десятиобразному ряду вот это следующее это только эскиз это уже следующее работа ну я покажу сразу нет я не буду я потом покажу третью уже более более такой значит вот комментарий самого Жегина справа справа и слева как бы полосы этого ряда творец и ничто справа от творца персонификация Чикрыгина и три женских образа страсть элегия и плоть далее философ Платон фиолетовых одеждин ну тут трудно понять что они фиолетовые но тут извините все таки при компьютере это все увеличение все это несколько далее ой извините слева от Христа фигура в зеленом но зелено читается Бердяев мозговое отношение к Христу затем две фигуры в движении в красном жена и в голубом муж а в каких тонах будет фигура Христа спросил Флоренский в желтых и голубых сама фигура на фоне высоких дверей или врат но они имеют лишь формальное или декоративное значение я это не думаю отвечал Флоренский дверь или врата очень древний сложный символ символ женского начала вечности и тайны попробуйте продолжала некоторое время постоять у приоткрытой двери вам станет как-то не по себе и захочется заглянуть что находится за дверью ну вот давайте еще вот эту последнюю композицию на эту тему уже более собственно то же самое но уже вот эти три женские фигуры слились в одну ну да а так мы в принципе видим и Бердяева и Чикрыгина и женское мужское начало вот это все мы видим пока смотрите внимательно потому что это Чикрыгин интересно рассмотреть интересно и в религиозной живописи и вообще в живописи для Шехтеля извините для Жегина самым главным было мастерство исполнения чем больше художник владеет чем лучше художник владеет ремеслом тем лучше он может сделать свое в искусстве свое тем ближе он может подойти к визуализации тайны бытия доступны ему вот слова из письма Веры Пестель книги есть но мне важно все-таки прочитать